Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Долго здороваться не буду, потому что речь пойдет о плодах перцев, и вам это будет очень интересно. Ну, глядя на то, что на моем столе сейчас, конечно, понятное дело, откуда эти перцы взялись. Конечно, с юга. Ну, вы все так решили? Не с юга, а с востока. У меня дача на востоке находится вот так, 33 километра от крылечка до крылечка. Вот эти перцы растут в Сибири, чтобы вы знали. А вы трусы, вы несчастные, вы так боитесь купить семена дорогие, и все просто не можете поверить, что такое может быть. Но если вы правильно посеяли, если вы в правильную посудину распекировали, если вы вовремя их посеяли, в середине января, так почему не вырасти таким перцем? Что трудно в это поверить? Да уж, конечно. Сейчас я буду показывать вам каждый перец в отдельности и обязательно читать название. Начнем с того, который у вас на слуху. Вот этот очень знакомый для вас перец, и называется он Аристотель. Сеете? Каждый год сеете? Так вы же сеете-то когда? В марте месяце. Да вы что, с ума посходили, что ли? Я вот, знаете, честно сказать, иногда думаю, что я вообще тут делаю? Если я говорю, что перцы вырастут только в том случае, если посев будет произведен в середине января, нет, начинаются просто какие-то, знаете, ну, крики о помощи. Что как так? А что я там все окна займу? А что у меня тут ни пройти, ни проехать? А горшки зачем большие? Вот зачем большие горшки. Понятно, да? Вот это Аристотель. Дальше поехали. А этот красавец, он снят, между прочим, в зеленом состоянии. Заметьте, он еще даже не задумался о том, чтобы поспеть. И это опять о чем говорит? О том, что сеять их надо значительно раньше. Вот сели мы с сестрой в декабре перцы, так вот и правильно делали. Читаю название. Амброне. Запоминайте. Амброне. По весу, мама дорогая. Представьте, вам подадут на обед фаршированный перчик. Да? Ну, совсем не скромно. Зато из одного перца полулитровая баночка будет лечо, когда он созреет. Так, следующий перец. А, ну это знаменитый. Вот это дорогой, толстостенный. У него стенка не менее сантиметра. Скорее всего, более 1,2, если я не ошибаюсь. 12 миллиметров. Это сорт называется Прэго. И вы тоже все боитесь купить, потому что семена дорогие. Ну да, вы в этом году нахватали кое-что. Ага. В красивых пачках, да? А вот такие не купили. А совершенно напрасно. Вот такой формы перец. Это не горький перец, это сладкий перец. Но у него форма такая. А вот еще один из такой же серии. Это называется Капро. И он уже красный. А этот называется Дольче де Испания. И он уже начал зреть. Вот эти перцы, конечно, крупнее, чем Капро. И стенка у них значительно толще. Если у этого где-то порядка 0,8-1 сантиметр, у этого превышает 1 сантиметр. Ну, красота же. Ну, вот слов никаких нет. Ну, и, конечно, вот этот гигант. Долго буду читать. Ну, это то, что в красивых пачках. Уральский толстостенный. Красавец. Он уже чуть-чуть подвял. Он уже готов отправиться в борщ. Ну, этот черного цвета, вы все знакомы. Темно-фиолетового цвета. Таких перцев на самом деле достаточно. Но он тоже очень толстостенный. Кстати сказать, вот форма перцев такая. Она очень хороша для фаршировки. Убираете, да, вот эту часть плодоножки. Вырезаете не вот так по кругу, а слегка, только наполовину. И тогда фаршированные перцы. Их можно фаршировать овощами. Можно рисом, мясом. Можно одним мясом, если хотите. Не проблема. И отправлять даже в сыром виде, в пакеты, в контейнеры и в холодильник. Можно приготовить и отправить в контейнеры. Они очень удобно складываются. Один к одному. Не занимая совершенно лишнего места. Такие перцы такой формы. Я тоже очень люблю. Я часто сею перец Ольга. Это гагашарного типа. То есть вот как раз такого. Цветочек такой красивый. И такие перцы фаршированные на тарелке всегда вызывают, знаете, тихий восторг. Он достаточно крупный. В нем достаточно начинки. И это всегда очень вкусно, потому что он проваривается хорошо. И готовится значительно быстрее, чем если бы мы вот такой нафаршировали. Вот если фаршировать такой, ну ради интереса, такое тоже бывает, да, для гостей каких-нибудь дорогих. То, конечно, нужно обязательно, чтобы был фарш уже готовый. Тогда только понадобится время для того, чтобы приготовилась вот эта часть, зеленая часть перца, его оболочка, его сам плод. Ну вот, знаете, даже не знаю, что вам сказать. Конечно, бы хотелось собрать семена из всех этих перцев. Но, к великому сожалению, они же у нас все гибриды F1. Поэтому купить такие перцы и посеять нет проблем. Но еще раз повторяю. Перец растение капризное. Если вы будете играть по его правилам, тогда получите урожай. Если вы вспомните, как я тут извивалась в судорогах и кричала, что сеять надо в середине января, то тогда у вас все получится. Если вы после пикировки отправите их в горшки вот такой ширины и не очень большие по глубине, то тогда у вас еще раз все получится. Если вы не будете столь любезны и не будете портить им жизнь, а просто будете делать то, что надо, не будете, например, их царапать там, рыхлить, оставьте вы их в покое. Поливайте и кормите, как положено. И для них нужна не теплица трехметровой высоты, а просто невысокий парник, где бы, и баклажаны, кстати, тоже себя так ведут, где бы до растения перца вот так 20 сантиметров было укрытие. Вот и все, что им требуется. А я желаю вам удачи, огромных урожаев в следующем году и, конечно, здоровья и счастья. Завидуйте. По-хорошему только. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин